Второй том книги «Открытым оком», вопрос номер 650. «У вас негде было молиться, и вы ходили к ладыке Барнаульскому и Алтайскому Антонию, и он вам с батюшкой обещал разрешить молиться внизу Покровского собора в Серафимовском пределе, где в основном отпевают мертвецов со всего города. Но он не исполнил это. Значит, ему теперь верить нельзя ни в чем?» – отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это как в одном рассказе. На работе передают новость. Наш начальник выиграл машину, вы слышали про это? Человек же знающий сказал. Слышали, но это было немножко не так. Во-первых, не начальник, а сын начальника. А во-вторых, не выиграл, а проиграл. Вот так точно и здесь. Действительно, у нас было большое затруднение с местом моления, а купить дом было не на что. Тогда мы пошли в дом к епископу Антонию и, стоя на улице, почему-то он так решил или боялся быть подслушанным в доме и вышел далеко на улицу. Мы устно обговорили условия. Оно было только одно – чтобы на Великом Входе вместе с митрополитом Виталием мы поминали и патриарха Алексия II, а они вместе с патриархом стали бы поминать и митрополита Виталия. От нашего епископа мы вскоре получили ответ, что наши патриоты-синодалы не согласны на это. Об этом мы и уведомили Антония. Может быть, в отмеску нам через долгое время он мне сказал, что ему тоже не разрешили поэкспериментировать. Но этот проигрыш стал для нас большим выигрышем. Мы согласились всей общиной непрерывно бомбардировать врата небесной отчизны, и вскоре наша молитва благополучно разрешилась от бремени неустройства двумя домами на Паузунова 6 и 6А на 13 сотках земли, которые я получил как возмещение за созданную мной фонотеку, которую уничтожили у меня изверги-коммунисты. Я думаю, что в нашей общине все относились к Антонию хорошо и потому от души молились об упокоении его души. С ним можно было разговаривать. У него было чувство стеснения, смущения. Лично на мне он дважды пролетал, но у него хватало мужества оба раза принести извинения через печать. Будет ли так с новым епископом? Думаю, что вряд ли, и на это есть уже предпосылки. Продолжение следует...